Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Рената Булхаиров. И мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. За прошедшие сутки в Тюменской области 9 лесных и 5 ландшафтных пожаров на общей площади более 110 гектаров. За этот период ликвидировано 6 лесных и 5 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 150 гектаров. Напоминаю о действии в нашем регионе особого противопожарного режима, установленных запретах на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках. На данный момент действуют 18 лесных пожаров, в том числе локализованных. Ландшафтный – один. Из сегодняшнего дня по решению оперативного штаба усилен контроль за соблюдением гражданами и организациями режима повышенной готовности. Напомню, что в регионе продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. Предприятия и организации должны соблюдать антиковидные меры. Быстрее вернуться к прежнему режиму позволит вакцинация. Она – надежный способ защиты от коронавируса. Предварительно готовиться особо не надо. Главное – быть здоровым. Ну и желательно в эти дни накануне и после вакцинации не употреблять алкоголь. А также немножко беречься. Иммунитет нарабатывается не сразу. Для этого надо 42 дня, чтобы наработался иммунитет после вакцинации. Поэтому все равно мы в этот период, пока он нарабатывается, себя бережем. Поставить прививку от коронавируса планируют и митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. В Тобольской митрополии отметили, что считают важным и необходимым поставить себе прививку для того, чтобы не заболеть тяжело и не заразить своих близких. Вакцинацию проходят многие священнослужители. Привилось уже около 70% студентов Тобольской духовной семинарии. Как сообщил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров, все проходит добровольно. Сначала всех опросили, а после все желающие группами посещали больницу и прививались от ковида. Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области растет. За прошедшие сутки уже 65 заболевших. К другим темам. В Тобольске обновляют фасады домов на туристическом маршруте. При новой отделке многоэтажных строений будут поощрять настенную живопись. Какие дома украсят уже в этом году, узнала Наталья Китова. Панельные дома в Тобольске обретают презентабельный вид. В городе меняются требования к фасадам. Около 60% многоэтажек 97-й Тобольской серии панельный. Изначально предполагалась покраска их фасадов, но об этом забыли. У нас есть постановление администрации города о капитальном ремонте фасадов, находящихся на туристическом или гостевом маршруте. Определен такой у нас маршрут. И мы приводим их в соответствие. Решили, чтобы вот этот центр у нас, улица Менделеева, улица Комсомольская, фасады постепенно приводить в техническое исправное состояние. И эстетически привлекательный вид. Реализовать эту концепцию стало возможно в рамках капитального ремонта. Приоритет домам расположен на туристическом маршруте. Мы сделали проект на 5 домов, находящиеся по улице Менделеева. Это 8-й микрорайон, как я говорил, уже 31-й, 37-й дом, 16-й дом, 10-й микрорайон, это 47-47А дома. И, наверное, будем там 46-е дома тоже делать. В этом году обновят фасады на двух домах в 8-м микрорайоне. На реализацию проекта выделено более 20 миллионов рублей. Запланировано утепление торцов, швов, затирка и покраска стен. Отремонтируют и заменят соколь, отмостки и входные группы. Дизайн-проект уже подписан и отдан в работу. У нас тут есть индивидуальное здание. Хотелось так, чтобы они оставили основную доминанту в архитектурном плане. Основной цвет это у нас будет белый, светлые тона коричневого. Ну, соколь немножко потемнее. Входные группы там тоже были разработаны, они серого цвета. Как сейчас модно делать с выделением подъездов. Внешний вид и дизайн рекламных конструкций коммерческих объектов тоже подпадают под ряд требований. Убрать этот старый сайдинг, то есть обновить входные группы, привести их в более единую стилистику и, соответственно, все вывески, какие-то рекламные конструкции, которые у них есть, будут уже выполнены в соответствии с новыми правилами благоустройства. А вот традицию граффити продолжат. Живопись на стенах в городе даже будут поощрять. Благодаря инициативе компании Сибур новый арт-объект появится на двух домах в восьмом микрорайоне. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Тобольск готов к проведению всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября. На комиссии в администрации города доложили, сформирован основной список переписчиков. В его составе 192 человека, 35 контролеров полевого уровня. В основном это студенты, а также люди разных возрастов и профессий, хорошо владеющие компьютером. За месяц каждый должен пройти 550 человек и задать им 33 вопроса о себе, о домохозяйстве и жилищных условиях. Интерес к этой работе у табликов большой. Некоторые для участия в переписи берут даже отпуск. У нас поступили жилеты со светоотражающим эффектом, шарфы с логотипом, портфели с набором документов и переписных листов. Задача добрать в количественном составе в резерв переписчиков. 12 человек у нас уже принесли документы. Осталось 27 человек. До осени в городе приведут в порядок адресное хозяйство. В частном секторе установят указатели улиц, на многоквартирных домах обновят адресные таблички. Прошло почти 80 лет с начала Второй мировой войны, а в России до сих пор люди укрепляют память о своей трагической и героической истории. В поселке Комсомольский Вагайского района жители на свои средства установили монумент участникам войны и труженикам тыла. Они же прислали нам любительский видеоматериал. Событие настолько важное, что не использовать его мы просто не могли. Прожив полжизни в Тобольске, Саид Хисматуль так и не смог оторваться от родины. В поселке Комсомольский часто бывают и сохраняют память о добрых делах земляков. Это они через семь лет после войны в Вагайском районе основали поселок. В пору его расцвета здесь проживали тысячи человек разных национальностей. Здесь была средняя школа, четыре магазина, радиоузел, дом культуры, а главное – мощное производство по переработке древесины. Поселок основан в 1952 году. Действительно, после Великой Отечественной войны приезжали с Украины, Белоруссии, приезжали с окрестных сел Вагайского района, Арамашского района, из Тюмени. Среди них были мастера, бригадиры, свальщики леса, водители. И поэтому эти люди, которые действительно опытные, прошли войну. Сплавляли по реке Вагай. Это все вылавливали на реке Иртыш. Дети и внуки лесозаготовителей решили увыковечить память ветеранов войны и тружеников тыла. Огромную поисковую работу провели люди, по крупицам осознавали биографии героев. В их честь в поселке Комсомольске земляки на свои средства установили монумент. Реализовали замысел Елена Токарева-Гвоздович и Сергей Кожушко. Надо делать хорошие, добрые дела на благо людей, своих родных, близких, относительщик. В Комсомольском не было войны, а на мемориальных плитах 42 фамилии. Сотни людей прибыли на праздник и среди них три труженика тыла. Инициатором, конечно же, явилась Рахимова Диана Рашидовна. После того, как мы кинули клич в своей группе в Вайбере, где у нас на сегодняшний день 144 человека, люди откликнулись. Очень быстро мы собрали огромную сумму денег, почти что полмиллиона рублей. В Комсомольском сейчас проживают 180 человек. Весенние пожары совсем близко подступали к этому месту. Люди чудом отстояли у огня поселок. Теперь, в пример всем, сохраняют память и очень надеются, что их любимое место будет возрождаться. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В начале июля Тобольск примет Театр нации «Фест». Фестиваль с участием одного из лучших театров России проходит в Тобольске с 2015 года. Исключением стал лишь прошлый пандемийный год. В этот раз программа посвящена 200-летию Федора Достоевского. Свои порой весьма нетривиальные постановки представят не только Театр нации, но и Московский детский театр теней, а также Театр балет Москва. Мы привозим сюда танцевальный спектакль «Кафе Идиот», который тоже через иные образы покажет произведение Достоевского, который мы явно никогда не воспринимали, не принимали. А тут можем осмыслить иные формы. В губернаторском доме состоится спектакль «Я убил царя» в формате виртуальной реальности. Билеты на спектакли фестиваля уже в продаже. Убирали мусор, занимались делопроизводством, работали курьерами. Так и пролетела у тобольских ребят первая смена трудового лета. Более 300 школьников вступили в отряды мэра. Некоторые за свой труд получили награды. С подробностями Шамиль Гулеев. Раз, два, три, поехали! Первая смена трудового лета проскочила. Теперь можно и расслабиться. Ребята придумали нестандартные испытания, чтобы проверить себя на прочность и сплоченность. Управляясь с мусором, шутя, играючи, ребята демонстрируют навыки, полученные в усердном труде. Например, как правильно распределить отходы быстро и рационально. Это металл и вторая бумага. На первой смене у нас было задействовано больше 300 детей, 309. Они работали, соответственно, на своих объектах. То есть то в школе, кто на спортивных, кто на досуговых площадках, кто в учреждениях молодежной политики дополнительного образования. Высаживали цветы, занимались делопроизводством, работали курьерами. Но основная задача у отрядов мэра – уборка мусора на разных территориях и контроль за чистотой. За свои старания ребята получили благодарственные письма, а также удостоены званий самого активного, инициативного, креативного и позитивного. За 9 рабочих дней мы собрали больше 20 мешков мусора, травы, окурков и прочей. В Александровском суду мы убрали очень много территории за один день. Около, наверное, 10 мешков точно было. И при этом у нас было очень маленькое количество народу. Да, около 7 человек. Да, всего лишь. Поэтому это как наше, не знаю, какое-то достижение, можно так сказать. А это как наша награда уже за всю проделанную работу. Впереди предстоит еще 5 трудовых смен. Лето тобольские школьники проведут с пользой для себя и для города. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Тоболикам предлагают придумать имя для нового бассейна. Здание возвели в 15 микрорайоне по программе комплексного благоустройства городской среды Тобольск-2020. Привлечение общественности к неймингу общественно значимых пространств стало в Тобольске хорошей традицией. Предложить свой вариант названия может каждый тоболяк до 28 июня включительно. Имя должно отражать спортивную тематику учреждения, быть креативным и запоминающимся. Заявки направляйте на адрес электронной почты ДЮ США номер 2. Победителей объявят 1 июля. А сейчас новый вопрос Викторины Ремезов. Мы вместе с нашими партнерами посвящаем ее дню рождения Тобольска. Вопросы Викторины мы озвучиваем в нашем эфире и выкладываем в группе Тобольского времени в соцсети ВКонтакте. Новый вопрос задает Центр модной флористики «Эдемский сад». Найди красивым чувством обрамление. Любовь, восторг и уважение ты вырази в цветах. «Эдемский сад». Доставка букетов по Тобольску и Москве. Зона вузов 1. Итак, внимание, новый вопрос Викторины. Для какого православного праздника была построена небольшая переносная деревянная часовня, которую расписал Ремезов? Ответы пишите в комментариях к посту с вопросом в группе Тобольского времени ВКонтакте. Для ответа на вопрос есть ровно сутки. Не забудьте вступить в группу. Тот, кто быстрее и точнее ответит на вопросы, получит главный приз от генерального спонсора компании «Окна». Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. 17 июня в Тобольске небольшой дождь. Днем плюс 28-30 градусов. Ночью плюс 12-17. Ветер юго-западный дует со скоростью 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова